Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня мы по горячим следам работаем с риторикой и последствиями пресс-конференции, которая была проведена руководителем американского регулятора Джеромом Павлом накануне. Он выступил хедлайнером открытия конференции, банковской конференции в Джексон-Холле и, как и ожидалось, спровоцировал мощные движения на финансовых рынках. Друзья, вы знаете, я доволен тем, что мне удалось услышать вчера от господина Павла, потому что он оправдал ожидания. Он обозначил готовность регулятора к проведению более мягкой монетарной политики. Он скорректировал политику, как и предполагалось, то есть сообщил о новых инструментах монетарного стимулирования, которых мы узнали еще из последних протоколов. Он дал понять, что регулятор готов действовать так, как необходимо, чтобы помочь американской экономике справиться с последствиями пандемии. Он создал хорошие условия для последующего снижения доходности американских облигаций. И при таком, друзья, раскладе снижения доходности американских облигаций, это то, что создаст очень хорошую базу для последовательного ослабления и снижения курса американского доллара. Чтобы далеко не отходить от индекса американской валюты, сейчас он котируется на отметке 92.79. Причем лоу, который мы видели в рамках вчерашней торговой сессии, был на отметке 92.39. Наша цель, напомню, долгосрочная. 92 пункта до нее мы не достигли, но учитывая, как сегодня рынок начинает активно продавать американскую валюту, я думаю, что пятница будет очень удачной для продавцов, друзья, и, соответственно, для нас с вами. При таком раскладе, при сохранении нисходящей динамики, вполне возможно, что на следующую неделю мы с вами переедем с четким пониманием, осознанием сохраняющейся тенденции слабости доллара и будем работать дальше с уязвимостью американской валюты. Теперь, собственно, к тому, что было отмечено Паулу во время его конференции. Он, пожалуй, смог убедить американцев, что высокая инфляция пойдет им на пользу. Он обозначил новую стратегию Федрезерва. И если вы помните, раньше ФРС довольно просто работал с инфляцией, был целевой ориентир в 2%, ну и, разумеется, все, что делалось регулятором, было направлено в том числе на подстегивание индекса потребительских цен и удержание обязательно в рамках вот этих 2%. Сейчас ситуация другая. ФРС признал, что готов терпеть и работать с более высоким ценовым давлением. То есть, фактически, для американского регулятора теперь есть другой целевой ориентир. И 2% это не максимальный предел, которому может вырасти инфляция. Это теперь среднее значение для индекса потребительских цен. Верхний потолок уже обновленный Паул не стал обозначать, но я думаю, что, друзья, это примерно, возможно, 2,5% или повыше. Это все равно только начало, потому что я уверен, что из-за тех мер экономического стимулирования, которым ранее прибегал американский центральный банк, индекс потребительских цен может оказаться гораздо выше. А теперь простым языком, почему пересмотр целевого значения по инфляции, таргет по инфляции, это негативный момент для доллара. Друзья, все просто. Если бы раньше, точнее после вчерашней конференции, мы бы поняли, что ФРС продолжит работать с прежней стратегией контроля индекса потребительских цен, это значит то, что как только инфляция бы превысила 2%, американский регулятор начал бы повышать процентные ставки, потому что это было бы логичным ходом на превышение целевого значения индекса потребительских цен. То есть для борьбы с высокой инфляцией начинают ужесточать монетарную политику. Поскольку сейчас цели по инфляции уже, они не обозначены, но мы знаем то, что 2% это уже не предел, значит как только инфляция достигнет 2%, ФРС не станет повышать процентную ставку. Можно сказать, если опустить саму концепцию таргетирования инфляции, ФРС вчера подтвердил готовность держать ключевую процентную ставку низкой, столько времени, сколько потребуется. Я думаю, что это точно больше одного года. При низких процентных ставках, я уже миллион раз вам говорил, друзья, не будут расти доходности американских облигаций, не будет расти доллар. И единственное, что в таком окружении будет пользоваться спросом, это золото. Потому что чем ниже доходность американских облигаций, тем выше стимулы и мотивация у крупных денег искать альтернативные инструменты для инвестирования, на которых можно заработать. И золото становится одним из самых лучших кандидатов. Поэтому после мощной волатильности, которая вчера посетила рынок по золоту, мы откатывали там и в район 1900, потом восстановились. Вот сейчас, опять же, 1940, друзья. Примерно столько, сколько мы видели день назад. Но это только лишь начало. Я уверен, что мы заберемся гораздо выше 2000 долларов за тройскую унцию. Напоминаю, что на нашем канале, на YouTube, есть ролик, записанный мной о перспективах золота, где я как раз про все это говорю. Если вы его пропустили, если вам интересно, что будет с рынком драгоценных металлов, советую найти немножко времени и все-таки посмотреть этот ролик. По статистике, друзья, вы также все сами прекрасно видели. Заявки на пособие по безработице снова выше 1 миллиона. Ну и понятно, что ФРС решил занять после таких данных, на фоне таких отчетов, более мягкую монетарную политику. Очень скоро мы дождемся еще ход конем от Конгресса через согласование новых пакетов фискальных стимулов. И поймем то, что мировую экономику ФРС продолжает заливать долларовой ликвидностью. Вот, пожалуйста, еще один фактор для стратегического долгосрочного ослабления доллара. Фондовый рынок тоже доказывает эту теорию. Чем больше уверенности в том, что политика останется стимулирующей, тем больше шансов, опять же, у индексов выйти на новые локальные максимумы. Я поздравляю вас, друзья, с тем, что S&P достиг нашей цели 3500 пунктов. Я думаю, что в преддверии выходных можно сказать ему спасибо. Закрывать уже эти позиции длинные и оставить в покое фондовую секцию на определенное время. Порадоваться тому профиту, который удалось урвать именно в бычей динамике американской фонды. Евро против доллара, друзья, сегодня активно растет. 1,1862. Повторюсь, что цель максимума вообще до конца этой недели была отметка 1,20. Но поскольку вчера все-таки не смогли сильно раскачать евро и добиться того, чтобы европейская валюта улетела выше отметки 1,19, цель теперь поскромнее. Это закрепление выше уровня 1,19 до конца сегодняшнего дня. Но может быть попытка добраться до планки 1,1950. Фунт против доллара 1,3247. Очень важная будет следующая неделя, поскольку Мишель Бранье и Фрост, которые возглавляют делегации переговорщиков по Брекзиту от Англии и Европейского Союза, проведут экстренное заседание по теме потенциальной торговой сделки. Но об этом я расскажу уже на следующей неделе. Самое главное сейчас фунт также заряжет на рост благодаря уязвимости и слабости американского доллара. Нефть 45,60 по-прежнему все следят за влиянием урагана Лаура, который стал разрушительным, серьезным. Он стал настоящей катастрофой, из-за которой его стали сравнивать даже с ураганом Катрина. Вот вы помните, я решил все-таки покинуть расположение коротких позиций по рынку нефти, потому что бороться, бодаться с таким серьезным риском и отрицать его я все-таки не решился, друзья. Может быть, рухнул, но, опять же, это моя торговая активность. Ничего страшного, будут еще возможности, уровни, с которых можно будет потенциально нефть продать, буду держать вас в курсе, пока новых рекомендаций нет. В сухом остатке, друзья, получается то, что доллар по-прежнему очень интересен для продаж. Исходя из ожидания слабости доллара, мы делаем ставку на восстановление риска и роста золота. На этом все. Всем хорошего закрытия недели и замечательных выходных. Всем пока.